приветствую друзья а сегодня хотел вам рассказать про самую неоднозначную топливную систему на сканях 5 серии по моему мнению это топливная система h5 она не такая простая как пдешная система не такая сложная как xpi система но при этом у нее есть свои определенные недостатки и наоборот преимущество сегодня более конкретно разберем вот на этих деталях погнали как отличить hpi систему от пдешной xpi прежде всего самый простой вариант это посмотреть на бак на баке вы видите вот такую вещь топливозаборник который торчит из бака из которого торчит 4 трубки или выходит 4 трубки 12 стечения вы скажете зачем так много она трубок наверное много потребляет топлива да нет просто техническая особенность данной системы заключается в том что через всю топливную систему проходит большое количество топлива и для того чтобы не делать огромную такое сопло они сделали просто 4 12 трубки для удобства прокладки топливной магистрали и так давайте пройдемся по основным узлам данной топливной системы из чего она состоит начинается все с топливного заборника вот этот топливный заборник он забирает топливо и по трубкам устремляет топлива в фильтр грубой очистки или сепаратор он здесь у нас находится вот такой вот формы здесь у нас не совсем он такой как подержки подержки вам чуть покороче но этот по длине колба здесь двух типов встречается лично мне она встречалась малая колба она ну реже встречается но тем не менее встречал и вот такая обычная колба различие в том что у нее резьба вовнутрь заворачивается огнежели на падаешь кидалов сне с внешней стороны на экспекте общего нет и конечно же это вот эта верхняя часть именно каранштейн сепаратора он тоже на 4 трубки то есть если на подвижки там на 2 тут на 4 он больше почему потому что в нем больше топливное давление если в подвижной системе это среднем 5 бар то в и ашпины это где-то в среднем 14 17 бар максимальное давление в ашпиной системе достигает 26 бар дальше включается аварийный клапан сброс после фильтра грубо очистки топлива направляется в топливный насос топливный насос здесь такой достаточно массивный до тоже шестеренчатого типа работает он по такому же принципу тут внутри держите ремки и он прок перекачивать топливо просто он более высокого давления соответственно он больше объемом и там больше стенки установлен он там же где и на подъезжке на компрессоре здесь привод от коленчатого вала компрессора он механическим образом передает момент давайте его разберем хоба состоит у нас двух частей вот то есть ответная часть и сама шестеренка берется момент с количества вала компрессора тормозного который накачивает воздух передает вот этот момент тут крутится шестеренка вращает вот эту шестеренку ответ на часть и при этом перекачивать с топливом данный насос уже считается нового образца нормальное давление данного насоса от 14 до 17 бар при давлении ниже 14 бар уже этот насос будет давать дефекты скажем так работы машина может уже некорректно работать как оценить как в каком состоянии данный насос прежде всего оценить его состояние вы можете только разобрав разобрать вы можете помощь двух болтов у тут два торакса находится откручиваете его и половинете здесь вы внимательно осматриваете состояние вот этой части потом осматривайте основное это непосредственно сами как это называется 6 сами шестеренки то есть вот здесь тоже можно обратить внимание уже пошли пошел износ причем износ такой скажем так процентов на 15 потому что ну может быть даже на 20 потому что видно что шестеренка уже прям она стачивается топливом то есть представить себе можно увидеть данный насос рабочий в принципе он будет работать но как бы он и не новый соответственно когда вы покупаете себе насос обращать внимание именно на эти части на многих разборках его не разбирают но наши на наши разборки компании вартак всегда вы можете попросить менеджера он специально для вас разберет и запишет видео в любую и отправит вам его в любой мессенджер топливо прошло на топливный насос и пошло дальше дальше она проходит в фильтр тонкой очистки или корпус топливного фильтра выглядит она он вот так вот таким образом да он очень похож на пдешный визуально от пдешного его очень сложно отличить есть небольшие различия прежде всего это здесь у нас в корпусе стоит аварийный клапан на 26 бар который случае чего срабатывает я отправляю топлива в обратку второе отличие самое явное да это непосредственно сам фильтр тонкой очистки он у нас с специальной сеточки внутри там она сделана для того чтобы фильтр не смыть не сменялся достаточно часто люди путают подаешь на фильтр тонкой очистки от шпионом потому что различий визуальном как такого нет вы можете различить их только посмотрев вот так вовнутрь вот так вот и увидев там сеточку если не увидев то вы поймете что это пдешный вот когда вы откручиваете крышку здесь открывает специальное отверстие и все топливо спускается в обратку и тем самым вам очень удобно менять фильтр закручивается вот эта крышка с определенным моментом головка на 36 и момент 25 ньютон перетягивать тоже не стоит данную крышку иначе потом очень тяжело будет открутить тут пластиковая по сути гайка да и и очень легко сбить также в корпусе топливного фильтра положен аварийный клапан который находится вот здесь вот он стоит вот так вот он выглядит да таким образом достаточно простой служит он для того чтобы сбрасывать топливо при достижении давления 26 бар вот и все топлива направлять в обратку и так после топлива фильтра топлива устремляется на 100 блин в рампу топливную рампу нас выглядит вот так вот таким вот образом стоит она из двух частей первая часть это что-то вроде топливного аккумулятора а первая часть это топливный аккумулятор где находится 4 актуатора топливные демпферы да это клапан отсечки и непосредственно датчик давления топлива а вторая часть она прикручивается она более длинная она прикручивается к головкам да и уже непосредственно определяет топливо по форсунку давайте разберем вот так у нас отделяется клапан отсечки или кто-то вот так называет аварийный клапан вот суть в том что это просто обычный кран который пропускает через себя топливо и он управляется на блок управления двигателя в случае какой-то либо ошибки на него перестает продаваться топлива и этот клапан перекрывает подачи топлива то есть ну можно сказать в любой непонятной ситуации этот клапан срабатывает и вас просто не заводится машин несколько было возвратных компаний до по данному насосу вот по данному клапану то есть допустим 1 до возвратной компании это здесь две пружинки стоят вот такого такие раньше она стояла одна из того что она одна и хватало не хватало усилий и со временем она очень быстро уходил из строя здесь стали сделать 2 и если вы допустим встали на дороге где-то и вас машина просто перестала заводиться да у нас была такая практика что мы просто уезжали в москву до человек приезжали на помощь и у него заклинивал данный клапан он просто открывался соответственно вы что делаете да ваши действия берете шестигранник откручиваете его с рампы на и достаете всю нутрям внутрям что это такое да это магнит который примагничивает вот эту внутреннюю часть внутренняя часть она состоится из нескольких частей пожалуйста здесь прокладочка вот такая мембрана и типов здесь у нас рамка с двумя резинками двумя уплотнениями и непосредственно пружина вот она которая отжимает и вот такой вот тоже элемент магнита который прижимается вот он так в принципе как подобрать хорош на разборке тут визуально осмотреть то есть вы можете визуально осмотреть на износ да если все в порядке он нормально бывает что данную вот эту прокладку пробивает были случаи когда вот эту прокладочку она вот вроде так смотришь не она нормальная да а вот так раз и на цвет и там есть отверстие это уже говорит о том что она не справа внимательнее с этим клапаном отсечки бывает очень редко когда кто магнит просто выходит строя то есть да то есть это очень редко как правило да то есть вот эта часть она ходит очень долго да не выходя из строя были редкие случаи когда она тоже хоть но как правило вот всему виной вот эта часть что-то стиле так это магнит это маха механическая часть которой вот она и всему виной ошибка как правило загорается прямо по нему заклинивание клапана отсечки идем дальше дальше у нас топливный аккумулятор сейчас я его откручу так мы разобрали разъединили рампу отсоединили вот такой жгут на этот жгут что у нас себя представляет вот этим разъемом он вставляется в блок правильным двигателем здесь у нас управление клапаном отсечки здесь у нас датчик давления топлива и две фишки по топливный актуал актуатор также еще другой фишки у нас приходит еще две вот таких которые запитывают остальные два топливных актуатора перед нами топливная рампа до 1 из нее частей вот она как таковая не подвержена износу и вы всегда можете найти на нашей разборке здесь визуально вы можете оценить просто ее состояние то есть она как таковая не изнашивается по ней течет топлива которое проходит через топливные актуаторы здесь нас представлены два типа топливных актуатора причем и очень интересно обратите внимание один из них внутренний другой внешне вот и они разных образцов то есть обратите внимание что здесь есть старого образца он под резиновую прокладку и лала просто уже под металлическую прокладку эти и они разных разные функции несут один из них подачи топлива второй опережением плосК кстати говоря про актуаторы у нас есть отдельный видео с константином как он борется черным дымом проходите по ссылочке и насладитесь посмотрим здесь два болтика я их открутил и так половинем очень надо аккуратно болтик чтобы не вылетели ничего не у него не посыпалась здесь у нас просто приемная часть и вторая часть это игла обратите внимание на негле есть пятачок вот такой так называемый чтобы продлить уже продлить жизнь актуатору до их переворачивает и защищает шкурка это никого не нужно делать и если вы не понимаете в этом да то есть тут лучше сюда не лазить также они регулируются посредством вскрытия вот это крышечки вот мы туда лезть не будем в принципе буквально все просто тоже потом это игла которая регулируется магнитом а магнит регулируется блок управления и так 2 актуатор просто внутри примерно то же самое с разным количеством отверстий просто тут чуть поменьше топливных магистрали скажем так та же самая игла все то же самое меж собой они визуально может быть очень похожи да такие иглы но меж собой книг в коем случае путать нельзя иначе будет проблема с работой двигателя он не будет корректно работать как подобрать хорошие актуатор на разборке разборки визуально оценить состояние актуатор к сожалению представляется возможным но хорошие качественные разборки допустим как у нас компания ватрак могут предоставить вам проверку в профильных сервисов по топливным системам то есть мы специально для вас можем отправить эти актуаторы форсунки людям которые занимаются ремонтом топливных всем они вскроет почистить посмотрит и дадут вердикт хорошие это актуатор либо плохие также они насколько знаю ремонтно пригодны но конечно бывает такое что они настолько изнашиваются что не представляется возможно их отремонтировать их только на выкид после топливных актуаторов топлив устремляется в топливную рампу отправляется вот в эту часть топливной рампой а из них уже в головке блока цилиндров а из головок блока цилиндров они уже проходят форсунки так называемые mickey mouse и прокладки вот они и все то есть по сути как бы с этой стороны они уже просто прокладки и ничего более но ничего здесь такого нет топливную рампу нас также в забили на разборки вы можете всегда у нас все Wrestlecis данная деталь не подвергается износу итак мы переходим к самым интересным это топливная форсунка hp она чистой механическая и управляется топливными актуаторами сюда подается топливо из актуатора опережения впрыска а сюда подается топлива стыклы подачи она механически на него постоянно нажимает распредвал а впрыск происходит когда распредвал отжимает то есть он проходит до кулачок и топливо форсунка разжимается, при этом подается топливо. Регулируется количество топлива с помощью опережения впрыска. Чем больше сюда топлива подается, тем меньше будет впрыскнуто топливо в камеру сгорания. И в этот момент, когда форсунка разжата, подается топливо уже непосредственно под нижний плунжер. Когда поднимается форсунка, частично засасывается сажа, и с этой сажи топливо уходит в обратку. Соответственно, это одновременный плюс и минус. Плюс в том, что у вас всегда проходит топливо, и она подогревается через форсунку и возвращается в бак. Это плюс в холодное время. Многие за это ценят топливную систему H5, что она всегда подогревается и никогда не глушит, допустим, когда очень холодно. Из-за этого есть требования большого подачи и пропускаемости топлива. То есть через форсунку всегда проходит много топлива и излишки возвращаются с помощью обратки. Вот здесь вот, допустим. Давайте ее разберем. Так, мы разобрали форсунку. Сейчас я вам покажу, что внутри. Так, снял вот эти топора, резинки. Тут у нас два сетчатых фильтра, скажем так. Мы их тоже отделяем. Это мы все заранее раскрутили. Здесь у нас получается, как я и говорил, она по сути механическая. Вот это верхний плунжер, самое главное, с толкателем. Вот непосредственно пружина. Потом здесь у нас непосредственно сам корпус форсунки. Он раскручивается в двух местах. Вот первое место. Хоп. Вот он. Непосредственно нижняя игла или нижний плунжер с распылителем. Здесь у нас вторая часть корпуса. Вот нижний плунжер, куда заходит топливо, да, непосредственно для подачи. И здесь у нас вот этот средний плунжер, который и регулирует топливо. То есть, повторюсь, да, то есть, получается, форсунки, они находятся вот таким вот образом. Да, то есть, между ними, между ними, вот эта часть, получается, у нас. И они ходят вот таким вот образом, вверх-вниз, не вверх-вниз. И топливо закачивается между ними. Подача топлива регулируется, повторюсь, актуаторами. Под насосом, под топливным насосом у нас располагается подогрев топлива. Действует он тем же способом, что ПДЕ. Тут такой же нагревательный элемент, совершенно точно здесь. Просто сам корпус чуть побольше из того, что больше топлива. А в остальном стоит он там же, внизу блока. Подогревает так же, он потоковый. В принципе, про это говорить и особо не надо. У нас он есть тоже на личной разборке. Обращайтесь, звоните. Вот таким образом у нас устроена топливная система HPI. Маленько про неисправности. Первая и самая часто распространенная неисправность на HPI – это плохой запуск. Машина долго крутится стартером и не заводится. За это отвечает у нас, соответственно, в первую очередь, утечки топлива. То есть, давление не держится. Это, как правило, заборник виноват. Некорректная работа. Прежде всего, смотрим актуаторы, потому что за подачу топлива и его количество отвечают именно они. И уже непосредственно, если вы понимаете, что так простым ремонтом не обойтись, мы снимаем актуаторы, форсунки и вкупе их везем на проверку. Как правило, они ходят около миллиона тоже. Потом мы их берем, вскрываем, что-то ремонтируем, что-то меняем и машина дальше ходит. В остальном, достаточно неплохая топливная система, которая тоже достаточно распространена у нас на рынке Scania. Любой элемент данной топливной системы вы можете купить на нашей разборке World Rack. На этом все. Спасибо всем большое за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok